Зелёные насаждения Приезжает техника и начинает срывать землю, выворачивать и рыть котлован под дом. Мы не знаем, что делать уже. Мы не знаем. Вот сегодня оповещены все, начиная с губернатора и заканчивая самыми мелкими структурами. Как только они уехали, экскаватор продолжил свою работу. На этом месте собираются построить огромный жилой дом. Застройщик – группа компаний «Компромисс». Фундамент заложат там, где сейчас растут многолетние кипарисы и кустарники. Сам сквер долгое время находился в запустении. Десять лет обращений к властям с просьбами привести зелёную зону в порядок не дали результатов. Тогда жители решили облагораживать территорию своими силами. Начали проводить регулярные субботники. Чиновники обратили внимание на проблему только после того, как народ сбунтовался. В департаменте архитектуры и градостроительства инициированы работы по паспортизации и кадастрированию этого сквера. К нему примыкает ещё одна часть. Она разделена дорогой Героев Бреста. Но это будет единый бульвар. Будет создан двухконтурный план кадастровый, на котором будет данный сквер. Однако до окончания кадастрирования сквер может не дожить. Сейчас здесь вовсю разъезжает строительная техника. Дом строится на территории, помеченной в генплане города, как зелёная зона. Информации о строительстве на официальном сайте строительной компании нет. Но в этот раз застройщик предъявил все необходимые для строительства документы. Другой вопрос – каким образом они их получили и обладают ли они юридической силой. Сейчас представителями застройщика были представлены документы, по которым госстроенадзор поставил их под надзор. Основанием для строительства якобы является декларация, зарегистрированная в ГАСКе Украины, ещё в январе 2014 года. Но первоначальный момент ознакомления с этими документами вызвал у меня ряд вопросов. Я думаю, что эти вопросы должны появиться у его контролирующих органов. Потому что заявленные в декларации 256 квартир явно не соответствуют категории надёжности строительства здания. Третий – это пятая категория надёжности. На такой объект должен был бы получаться полноценное разрешение на строительство по действующему законодательству на тот момент Украины. Поэтому реальность этих документов вызывает у меня большие сомнения. В первую очередь общественники призывают приостановить строительные работы до окончания разбирательств. Жильцы намерены доказать незаконность строительства и готовятся отстаивать свою правоту в суде.